Второй перерыв на национальной сборной Другая задача, она не менее важная, это мы периодически просматриваем всех наших молодых ребят, чтобы они чувствовали, что мы их видим, мы их контролируем, мы знаем их несостояние, и вот сегодняшние и двусторонние, и предыдущие тренировки, они дали нам определенную информацию, которую мы будем в дальнейшем использовать. Хотелось бы, чтобы в этой группе оказался у нас Тугарев, но он вызвал национальную сборную, и мы его на этом сборе не дали ему такой, у нас игровой практики. Ну, а основная задача сейчас, все-таки основная, дождаться игроков национальной сборной и приготовиться к очень тяжелому такому циклу, которым мы с 24-го числа по 6-е, это 13-14 дней, мы должны провести 5 игры. Пять игр и с такими дальними перелетами, как Красноярск, Красноярск-Порто, Порто-Москва. И тот, кто говорит, что это нормальный цикл в Европе, такие циклы бывают, да, они в Европе бывают, эти циклы, но в Европе перемещение максимум бывает в самолете 1 час, а мы летаем 6, разница во времени по 6 часов, и для, не только для нас, а для всех команд, я все-таки, те команды, которые в Еврокубках играют в составлении календаря, это должно учитываться. Так как это учитывалось тогда, когда выигрывал «Зенит», когда выигрывал «ЦСКА», они выиграли кубок УИФА, они всегда имели недельный цикл подготовки перед международными играми. Это очень важно, так же, как и после международных, хотя бы на четвертый день. Это можно решить, но, может быть, увеличить игровой цикл для всех команд, может, какими-то другими ситуациями. Но ведь каждое очко, которое есть в Еврокубковых играх, это большой плюс всему российскому футболу, это коэффициент УИФА. Мы должны об этом думать. Вот этот момент, он достаточно сложен для нас. Второй момент, который сегодня присутствует, еще мы в полноценных занятиях не имеем Рыбуса, не имеем Федора и не имеем Фарфана. Это тоже большая группа. Итого у нас нет на сегодняшний день 11 игроков. Очень важная игра с Ростовом первая. И болельщиков хотел попросить, чтобы они нас поддержали, пришли, как обычно. Потрясающая была с их стороны поддержка на стадионе ЦСКА. Вы молодцы. Это и часть вашей победы. И нам нужна такая же поддержка с Ростовом. Остальное все в рабочем режиме. Хорошее отношение игроков к тренировочному процессу. Должны двигаться дальше, но цикл супертяжелый у нас, который очень сложен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова